Выйдем, встречайте нашу замечательную гостью, доцент Уральской медакадемии, главный гастроэнтеролог города Эктенбурга, научный руководитель гастроэнтерологической службы новой больницы Людмила Васильевна Прохорова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Людмила Васильевна. И буквально через неделю наступит Новый год, и нам предстоит не одно праздничное застолье. Начинаются корпоративы, отмечания и, конечно, сам Новый год. Скажите, как правильно нужно питаться, чтобы и невес не набрать, и чтобы желудку своему не навредить? Очень хорошая тема, очень вовремя сформулированные вопросы. Дело в том, что очень трудно действительно избежать за эти 10 праздничных дней ситуации, когда человек не переедает. Но это всё равно произойдёт. Это произойдёт. И попытаться из этой большой нагрузки как-то сделать приемлемую нагрузку. Но, наверное, прежде всего речь должна пойти о том, что и в новогоднюю ночь, и в течение всех праздников действительно не надо съедать очень много пищи, потому что употребление алкогольных напитков, безусловно, сопровождается повышением аппетита. Это средства, которые стимулируют наш аппетит, и поэтому сам факт употребления алкоголя уже будет приводить к тому, что мы будем есть больше. Поэтому, наверное, следует на стол поставить блюда разного, разной степени калорийности. И очень рекомендуется сделать акцент на блюда овощные. Причём это должны быть овощи свежие, тушёные, запечённые, какие угодно. Овощи на гарнир, овощи в качестве самостоятельного блюда. И это значительно облегчит ту калорийную нагрузку, которая будет, безусловно, сопровождать праздники. Ну и, собственно говоря, это и позволит избежать или, скажем, оттянуть момент наступления, вот это пресыщение тяжести, такой, когда вот это начинается уже где-нибудь, да, в начале второго? Вы знаете, наверное, для того, чтобы не случилось в начале второго вот такой тяжести, надо сделать так, чтобы день 31-го числа, день, не превратился только в подготовку к празднику. В этот день всё-таки нужно не забывать покушать. И если мы нормально, плотно пообедаем, и затем будет какой-то перекус в полдник, ну, там, часов в 5-6 вечера, то да, конечно, мы к праздничному столу будем уже достаточно голодны, но не будем так голодны, как вот если бы мы целый день только готовились. Ну, то есть лучше несколько раз понемногу, чем один раз. Да, обязательно. Обязательно надо в течение дня есть так же, как мы ели обычно, но, может быть, только сделав более лёгкий ужин. И помните, что впереди ночь с красивым вкусным столом, и удержаться будет невозможно. Вот ещё один важный момент – это напитки. Как правильно употреблять напитки, потому что там будет и алкогольный, и безалкогольный, в широком ассортименте? Первое правило – не пить. Ну, если не получается, то что делать? Нет, ну, выпить бокал шампанского за праздник, мне кажется, что это совершенно замечательная традиция, и мы все её соблюдаем. А дальше, а дальше – это сознание каждого человека, его интеллект, его окружение, его близкие, его друзья. И та тема для разговора и та организация праздника, которая будет придумана людьми. Потому что если мы не продумаем вот эту часть нашего застолья, как мы будем развлекаться, то тогда всё развлечение действительно превратится в употребление напитков. Есть телепрограммы, есть какие-то замечательные пародии, есть масса возможностей самим себя развлечь. Ну, и игр масса, конечно. Да, и отвлекать себя от стола. С другой стороны, конечно, вот действительно газированные напитки – это не очень правильное питьё в такой длинной праздничной, праздничную ночь, застолье в такой, потому что это введение дополнительного газа в желудок, и это дополнительное растяжение желудка. Да, 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 да. И это, конечно, не очень желательно, лучше предпочтительнее. Это будет морс, это будет сок, это будет какая-то вода. Ну, вода, в конце концов, и лучше всего, да. И ещё один момент. Вот перед тем, как мы садимся за стол, где мы предполагаем серьёзно поперекусить, или даже натоящее покушать, наверное, есть смысл принять стакан тёплой кипячёной воды. Это… Перед началом. Да, это несколько заполнит желудок и на какое-то время уменьшит скорость потребления пищи, в том смысле, что мы будем уже не голодны абсолютно, это будет уже еда не натощак. Это же вот простой сценарий, да? Сели, масса замечательных салатов стоит на столе, впихали их в себя, наелись уже сразу, это понятно, но впереди ведь ещё столько вкусного, и начинаем дожимать. Так вот, для того, чтобы его не дожимать, надо, наверное, чётко сказать себе, вот из всего этого изобилия я сегодня попробую вот это, вот это, а не всё обязательно сразу, или я попробую это в первую полночи, а это во вторую половину ночи. Составить план. Да, и если ещё действительно у хозяйки где-то там потрясающий десерт, который она первый раз предлагает гостям, и уже об этом сказала, то, естественно, что надо подумать, а я ведь ещё и десерт хочу. Да, или вариант начать с десерта. Или начать, это самое, наверное. Ничего, дождастся с десерта. Ну, потому что ведь это часто бывает. И вот это вот великолепное наутро, вот тот кусочек торта, который уже пропитался, да? Да, он всегда будет вкуснее наутро, это же самое то. Ещё один маленький нюанс. Вы знаете, вот когда мы накрываем стол, мы всегда хотим, чтобы он был разобразен, изобилен, и очень часто выставляем сразу все холодные закуски, и вот они в течение, ну, минимум полуночи, пока не дошли до десерта, они стоят на столе в тёплой комнате. Это не совсем правильно. Тем более, что, ну, традиция нашего народа готовить много. И потом наутро, на следующий день, мы ещё день и даже сутки доедаем эти салаты. Так вот, для того, чтобы не случилось неприятностей более серьёзных, не просто перееданий, а уже какие-то отравления, желательно поступить, наверное, так. Не надо, во-первых, всю порцию приготовленного салата сразу заправлять, а заправлять только ту часть, которая предполагается быть поданной на стол. И, во-вторых, может быть, действительно растянуть удовольствие новизны и преподнесение новых блюд на время. И не надо всё сразу, вот в первые, там, полчаса выставлять на стол. А потом можно будет в течение ночи что-то ещё подать. И, конечно, помнить о том, что впереди ещё много праздничных дней. Вот. И поэтому не надо за одну ночь попробовать всё и нагрузить себя так, что потом придётся отказываться от многого вкусного. Не слышать, да, под десятое число, я устал есть и так далее. И последнее, если всё-таки уже, а всё равно это произойдёт, мы с вами уже, так сказать, понимаем это, если поджелудка уже машет, так сказать, рукой и так далее, то стоит ли как-то и помогать, я не знаю, ферменты? Ну, вы знаете, наверное, да. Во-первых, эти люди, зная о том, что им могут помахать, вот как вы сказали, где-то там издалека, но всё-таки могут, должны очень чётко сказать себе, что я действительно не всё на этом столе подряд буду есть. И выбрать те блюда и те продукты, которые с точки зрения его здоровья ему наиболее благоприятны. А принять ферментные препараты, наверное, это разумно даже здоровому человеку. Вы знаете, это такая нагрузочная в плане вот алиментарной нагрузки ночь, что ни одному, наверное, человеку не повредит где-то в серединке ночи там пару таблеточек фермента, такого-то обычного консерекина. То есть, итак, подводим промежуточный итог. Лучше всего... Начать с застолья с тёплой воды. Да, выпил стаканчик воды, такой не холодный. Вообще меньше есть это само собой. Делить блюда. Лучше больше есть овощного. Не запивать газировкой. Да. Лучше, да, газом не наполнять организм, чтобы вода или морс. А десерт оставить на утро. Да, или с него начать, а всё остальное оставить. Ну и при этом ещё обязательно на эти время потанцевать. Да. Походить, подвигаться. Пообщаться. И не только за столом. А выйти, например, на свежую. В общем, позаботиться о себе. Спасибо вам большое. Главный гастентролог города Екатеринбурга Людмила Васильевна Прохорова была в студии Утреннего Экспресса. Вас наступающего нового дня. Спасибо вас тоже. Будьте здоровы. А я хочу обратиться к нашим зрителям. Если у вас возникли какие-то вопросы на вот эту уже вотрепещущую тему, то 29 декабря в 16.00 в холле гастроотделения состоится бесплатный урок для всех желающих. Это будет в новой больнице. Поэтому, если какие-то вопросы, обязательно туда приходите и вам ответят. Продолжение следует...